здравствуйте дорогие друзья наш сегодняшний эфир будет посвящен древнему языку санскриту это слово слышали даже люди не сталкивающие с ведической культурой вообще с другими восточными культурами и что же это на самом деле мертвый язык или он живее всех живых в какое в нем можно найти практическое применение откуда взялся кто на нем говорил мы сегодня поговорим со специалистом с человеком который издает книги по санскриту преподает с 2007 года этот древний язык у нас гостях марцис юрьевич газ я вас приветствую марцис здравствуйте и спасибо за представление первый вопрос давайте я хочу узнать вот исторический вот он такой будет вообще кто на нем говорил какая нация какой народ где они жили и почему они перестали говорить значит с нацией будет определенные проблемы есть всего несколько языков в мире чье название на самом деле не связано не с этнонимом не с гидронимом да то есть есть русский язык потому что есть русский и одна из версий объяснения русских это потому что река называлась там гребцы в общем есть определенная цепочка которая все равно возводится как к этнониму есть русский есть русский язык есть латыши если вот латышки язык но нету такой нации санскритян ну да вот санскритянской нации нету вот значит это вот как с евритом еврит есть а евритян нету вот то есть не всегда язык называется по народу то есть соответственно хуже того то есть в общем нет такого народа получается что это это язык литературный вот как у нас значит было когда-то решено что вот московский говор должен стать основой литературного языка так вот санскрит это есть такой литературный обработанный язык ну при этом индоариев то есть ариев мы не можем называть как бы нации это некоторые ну не знаю отвлекление индоевропейского древа но но на другом основании то есть получается арии изначально согласно частности беру то есть у нас есть такая отрасль как сравнительно историческое языкознание и мы знаем как какое слово в разных языках в разное время что означало так вот арья сам сам название собственно этих пришельцев значит это собственно благородный то есть господин такое что цивилизованный человек ну вот цивилизован это уже немножко другой уровень потому что даже само слово цивилизации на самом деле связано с словом ошиба слова шива и слова цивилизация одного происхождения одного корня цивилизации от латинского цивис и это однако один тот же корень что и слове шива то есть поэтому на самом деле это другая это уже другая само понятие цивилизации на она связана словом санскрит потому что культура это самскрите а а язык получается самскрита то есть они связаны язык и культура то есть это получается некая некая дальнейшая ступень скажем так развития то есть это не то что вот были санскритяне болякали и вякали они значит на санскрите и вот он до нас дошел значит то это я понимаю так что если вы перевели как благородный значит не было такого народа где говорили бы все а были вот те блан избраны это язык получается то есть область которую вы затрагивать это социолингвистика она достаточно плохо исследована потому что мы говорим о некоторых древностях то есть скажем так мы исходим из того что санскриту не 50 тысяч лет и даже не 500 тысяч лет а мы его ограничиваем скажем но некоторым скажем отрезком вы ну допустим полторы тысячи лет до нашей эры вот то есть скажем три с половиной тысячи лет не истории то есть мы как бы мы стараемся быть научными потому что я человек с академическим бэкграундом и нам дело то что с санскритом нет необходимости удревлять то есть постоянно если ты самый древний то ты самый авторитетный и вот в частности в индии да если спросишь а санскрит он какой он скажет он из вечный он никогда не был созданность сотворен о чем ты о чем ты окстись какой там пять тысяч лет тому назад или что ты что ты меньше сроку чем 50 тысяч лет ни один уважающийся пандит не даст потому что тогда получается что есть еще и другие интересные или достойные изучения языки нет конечно один язык санскрит все остальные языки в мире это результат деградации этого языка санскрит мать всех языков все остальное разной степени нечисть ну а вы допускаете что это так и есть что значит это зависит от того на пактах которые тоже несовершенны не сохранились у нас там скрижали на санскрите не сохранились значит санскритские рукописи хранятся откровенно плохо в том климате где они изначально создаются и ну тысячи лет это максимум самый-самый наверно максимум что может пальмовый листок пролежать благо наиболее благополучных условиях в индии а то это обычно смысла том что они постоянно меняет рукописи рукопись составилась там на что допустим интервал скажем где-то в 50 лет и проверять если она пришла в негодность то ее заново переписывать то есть нету этого культа письменного слова собственно то есть есть культ устного слова значит может ли он быть изначальным древним и собственно что вот русский язык нерожденный да значит некая из испорчен испорченный вариант санскрита нет этого быть не может если мы исходим из научной парадигмы а если мы исходим с точки зрения вот этого индийского традиционного взгляда то конечно да то есть мы сперва должны определиться кто мы и откуда мы то есть если мы европейцы и изучаем санскрит с точки зрения того как бы мы изучали латынь или древнегреческий это один путь а если мы полностью доверяемся на 12 лет допустим и уходим головой в индийский подход это собственно почему бы нет такая вот мифологема вполне вполне нас устраивает ну а откуда ж тогда вот утверждение как и многих традиций учителей то что это язык богов якобы вот поэтому и все обеды записаны на санскрите и вообще вот в духовном мире общение происходит на санскрите там они не не говорят а поют на нем я в шутку выбрал для себя такой слоган учи санскрит в районе говорят по-русски не потому что я считаю что в раю говорят на санскрите но потому что на раю над в раю точно не говорят по-русски а вот значит и и на самом деле с район как бы на чем говорить на врага я конечно еще не знаю но боюсь что не на санскрите боюсь что не на санскрите понимаете если исходить из скажем парадигмы блаватской то это это как бы изотерическая составляющая я ее лично например не отрицаю вот но надо понимать кто из чего исходит а вот скажем так санскрит имеет определенные преимущества и на самом деле ведь это в частности ригведа это наиболее древний крупный крупный дошедший до нас литературный памятник да то есть понимаю в мире много литератур до вавилонская литература древнее древне индийской но такого целостного произведения значит такой большой большой коллекции скажем так гимнов больше нигде нету да то есть чем интересен санскрит он древний и огромный пласт литературы в том числе древнейшей другой такой литературы а в той сахара сохранном виде дошедший до нас нет в мире какие у вас были мотивы прежде чем начать изучение санскрита ну понятно английский но еще вот латынь там для докторов понятно а вот что вас подвигло к этому а я будучи студентом в москве имел возможность изучать любой язык просто потому что москва конечно она центр центр лингвистики да вот если вот у этой области науки лингвистики есть столица то она одна не в россии а вообще в мире столица то она конечно москве поэтому у меня мне было доступно все обучаясь литературном институте меня сейчас оставалось время я ходил на лекции в МГУ ну и так совпало что я всегда интересуюсь Индией хотел дойти до средних веков подумал изучать сразу средние века не зная предыстории будет как-то неправильно я решил изучу как я санскрит персидский и арабский чтобы понять что понамешанно и как оно все переплелось вот и до тысячи кажется втором году я начал с санскритом и с тех пор в общем-то воз и ныне там я конечно арабский год изучал но значит санскритский океан конечно поглотил меня то есть да что там что там опыт что вас поглотило интерес был как раз том как оно все устроено то есть мне интересно из чего все состоит мне мне не интересно взять готовый список слов и запоминать их мне интересно видеть из чего они состоят и поэтому восемь лет своей жизни я дал кандидатской диссертации который защитил институте языкознания в москве собственно посвящены тому что такое что такое глагольный корень да то есть что в чем можно потонуть потонуть можно чем угодно в литературе но я утонул в самом языке да то есть я пока барахтаюсь не на уровне литературы а на уровне языка и мне стало интересно с помощью 845 суффиксов корней помноженных на 305 суффиксов помноженных на 20 привербов то есть приставок получается 380 тысяч слов и и мне интересно понять как этот поток можно упорядочить как можно его пара с разных сторон к нему подойти то есть мне интересно например ну вот мы начали разбирать по четвергам тысячи имен вишну и мне потребовалось 15 лет подготовки чтобы просто начинать понимать как все те скажем так познание из области компаративистики применить вот в частном случае да то есть мы берем имя да то есть эта область аномастики и мы хотим понять вишну назван просто так потому что это красиво звучит или в этом слове есть какой-то другой уровень не очевидный для невооруженного глаза то есть то чем мы занимаемся разбираясь языками это как раз это не видно вооруженным глазом потому что если мы начинаем рассуждать вот якобы что на что похоже тогда мы доходим до того что вот мы видим например мы знаем английское слово мед и видим санскрите мат они означают примерно то же самое вот значит там сумасшедшие в английском в древнеиндийском допустим там опиньонный значит как бы все 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 рядом все близко но компаративистик это такая наука когда мы руководствуемся правилами то есть одни звуки в определенных условиях переходят другие звуки и так течение нескольких тысяч лет и ничего случайно там не бывает и если исходить из правил этой науки тогда санскритское слово которое пишется также как английское означает почти то же самое не имеет между собой ничего общего то есть тут много заманчивых гипотез о неком родстве которого который не всегда есть на самом деле то есть родство изначально исконное есть но люди же судят по словам то есть по лексике им кажется о мне сегодня сон приснился на санскрите значит и я теперь санскритолог вот это конечно беда потому что другой не санскритолог конечно поверит тому который может сны сняться на санскрите слушайте ну вот тут вы знаете вот как и сон санскрит можно трактовать по-разному знаете вот человеку приснился он подумает одно придет там какой-то к бабушке не дай бог она ему расскажет еще другое вот я не изучаю санскрит я изучаю юрведу и так как большинство ну все изначальные тексты на санскрите вот чем я сталкивался что вот трактовка одного и того же слова вот даже у разных авторов она вы совершенно разная вот как как вы понимаете что действительно обозначает это слово на санскрите но раз она может обозначать там и все там начало от начала там первой вот этой же пищеварения до любовных отношений вот как понять что что есть что в санскрите значит когда студент изучающий санскрит открывает словарь он видит 25 значений у каждого слова и нередко у нее возникает соблазн взять как раз двадцать пятое значение то что подходит ему вкладывается в его представление но на самом деле у каждого слова есть главное значение и это надо помнить и это надо помнить а кто указал это главное значение а но скорее выясняется кто указал у нас в общем-то беда с санскритскими словарями потому что в индии течение нескольких тысяч лет словари не составляли точнее составляли это были не словари в нашем понимании списке темных мест ну то есть слова которые всем известны никто не пояснял поясняли как бы глоссы то есть темные места и на самом деле такого полноценного словаря ну нету словаре появляются средневековые и они это списке синонимов да то есть вы должны понять что книгу в индии если это серьезная литература и и на должны записать стихами то есть если она записана не стихами значит не пойдет вот в частности в 11 веке альберу не говорил что значит он говорил что 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 он говорил что если у индийцев оказывается какая-нибудь книга которой них нет и которые они не знают они принимаются за переложению ее в шлоки значит смысл переложения некоторых бывает непонятным так как стихотворная форма вынуждает к искусственности выражения которое станет ясно и когда мы будем рассказывать о числах у них то есть альберу не это изумительно на самом деле книга всем кто интересуется астрологии джиотиша мне советую обязательно познакомиться с альберу не потому что он был первым индологом то есть он извне оказывается на территории современного индостана то есть сами индусы себя не описывает как бы со стороны и приезжает ним альберу не и и он пишет ну то есть такой этнографический очерк а вот значит и что он говорит если же не переложить ее в шлоки и переписывать как она составлена прозой то лица и будут хмуры и ее будут избегать то есть научный трактат переведенной прозой избегать а я думаю знаете что еще как я провожу аналогию с аюрведическими шлоками вот я одна от одного из своих учителей слышал такое объяснение почему вот записано там например та же штанга кредоям шло как говорит это для лучшего запоминания то есть подразумевается что ты должен это запомнить и якобы раньше люди обладали такой памятью что вот им достаточно было раз прочитать и это уже как-то ну не раз там может ну допустим не раз то есть насчет этого из определенной опять же техники как это все загнать в голову даже у марка твена вы его значит путешествие по индии изумительная книга есть как раз момент когда он столкнулся с брахманом который даже стал столкнулись лестнице а он значит все равно выдает любые цифры высчитать то есть он настолько уже на подкорке все это в себя впитал что любых даже самых трудных условиях может выдать все что угодно именно в той очередности а если надо то ровно наоборот то есть его мозг он сильнее компьютера то есть вы должны понимать что современная компьютерная лингвистика столкнулась с тем что человеческий мозг быстрее высчитывает необходимые вещи чем компьютер современный я не группе компьютер 30-летней давности когда там вот якобы в нас они пытались внедрить санскрит как универсальный язык программирование я как человек имеющий некоторые отношения к программированию нужно сказать что это чепуха полнейшая то есть человеческий мозг это настолько более смогучая вещь что санскрит помогает это показать то есть санскрит показывает нам что мы ежедневно используем лишь маленькую часть наших интеллектуальных возможностей потому что санскрит это вызов это конечно вызов тому нашему интеллекту просто вашим интеллекту то есть и интеллект оказывается у вас не такой дремучий как ну или наоборот вы были очень хорошего себе мнения и начали изучать санскрит и вы поняли что ну да возможно вы переоценили свои интеллектуальные возможности в старой модели еще да 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 как бы пентиом не тот вот значит возвращаясь к термина например аюрведа значит термин аюрведа с точки зрения значит индийской грамматики да с точки зрения грамматики панини до грамматики панини да то есть как бы три тысячи девятьсот девяносто шести правил может быть разобран вот просто один этот термин одно это сложное слово может быть разобран на десяти страницах десяти страницах а4 формата просто а пока пока может быть показано его скажем так и даже я не говорю про происхождение или про какие-то там производные или где он встречается просто как он устроен то есть это настолько встроенная штука что мы то есть это как бы чем интересна индийская грамматическая традиция да она порождает слова то есть мы привыкли что грамматики описывают слова да в школе учимся по описательным грамматиком описательный нам сказали вот значит нам привели параграф смысле текст прозой да дали и мы значит его прочитали что-то там запомнили вот а здесь значит грамматики бывают написанные сутрами бывать написанными шлоками да с утра это уже не это не стихи с утра это когда мы утрамбовываем утрамбовываем мы придумываем санскрит для описания санскрита то есть мы придумаем искусственный язык для описания естественного языка чтобы описать его более лаконично и более емко а паристический да да но получается помните в чем красота то есть мы получается мы не можем просто так открыть изучать память потому что мы с перед тем как поступить в вуз обычно в ясли ходим вот поэтому когда кто-то вот утверждает что вот он сейчас не так не получится то есть это отдельная отрасль до традиционный способ изучения санскрита это интересная область но она не обязательно и она в общем-то отдельная требующая но в общем-то сверх интеллектуальных усилий очень длительного времени так вот аюрведа изначально собственно первая часть этого сложного слова это аюс да жизненная сила это значение засвидетельствовано начиная с ригведы да то есть те десять тысяч слов которые мы знаем из ригведы это как бы древнейший пласт и если это значение пришло к нам с тех времен то мы как бы берем это затронную точку да то есть вы спрашивали какое значение основное но обычно основное это самое древнее и вот случае с ликведой из аюрведой то есть а аюс это жизненная сила ну был на самом деле ответили на мой давний такой подсознательный вопрос особенно в начале изучения июрведы почему разуме это по-разному один говорит это наука жизни другое здоровой жизни здоровье в ригведийском пласте здоровья там нету там жизненный срок там есть четыре разных значения и это все нам доступно что я хочу сказать когда в очередной раз кто-то говорит что в ведах сказано вы можете открыть две книги и проверить сказано и на русском языке сказано там или нет одна из таких книг это от харвоведа значит а вот у нас в черной серии смысле у нас есть две академические серии есть черная серия есть зеленая серия вот зеленая серия в частности вот у нас ромайна выходит в зеленой серии а в черной серии такие две классические академические серии книги издания на русском языке востоковедного в частности направления. Черное только востоковедного, зеленое более широкое. Так вот, в общем, черная серия у нас есть от Карваледа в трех томах, а в зеленой у нас есть в трех томах Ригведа, переведенная Татьяной Якольной Елизаренковой. Она 30 лет, 30 лет своей жизни отдала, чтобы перевести Ригведу. Поэтому не надо брать какие-то английские, где-то понахватанные в Индии переводы с пересказов, с переводов, с пересказов. У нас есть свой авторитетный источник. Если Ведок сказано, открываем и проверяем, сказано или нет. Ну, это тоже надо еще. Знаете, на самом деле мне, когда часто говорят, есть у нас такие деятели, они любят Ведок сказано, я им часто задавал, а можно источник. И на этом обсуждение оканчивалось. То есть, как бы, видите, это желание прикрыться авторитетом Вед, потому что Веды, они же древние. А значит, если ты прикрылся Ведами, значит, кто? И ты тоже древний. Это вот как с Украиной. Мы же можем слово Украина разобрать по-разному. Мы же можем захотеть увидеть в слове Украина корень Укр. И это нас далеко заведет. Поэтому опасны игры в этимологию. И этимология часто используется в целях политики. Поэтому это опасная область. И надо иметь некоторые скромные познания, чтобы плавать в этих водах более, не желая намутить в воде, то есть, не создавая какие-то круги, не придумывая то, чего нету. То есть, есть история языка. Русскому языку тысяча лет. Ему не 10 тысяч, ему не 10 лет. Ему тысяча лет. Много ли это или мало? Это прекрасный возраст. Полторы тысячи лет и только начинается расцвет языка. Поэтому не надо удревлять. У нас постоянное желание. Почему возникает Велесовая книга? По авторитету побольше. Потому что мы хотим притянуть к ведам. Мы хотим, а не надо тянуть. Русский язык развивается достаточно медленно. Поэтому он недалеко отошел от того состояния, в котором, собственно, находятся древний индийский. Вот литовский с латышками, они еще медленнее развиваются. Они еще меньше изменились с тех пор. Но и русский, в общем-то, не так далеко. А украинский бы не изучали? Нет, украинский я не изучал, но дело, собственно, в том, ну, конечно, там есть какие-то вещи, которых в русском языке нету в силу разных причин. И то есть, но от этого ни украинский не становится не древнее, ни русский не становится старше. То есть, просто это некоторые, ну, скажем так, в Лигведе же не все слова могли встретиться. Это же не значит, что те слова, которых там не было, что их вообще никогда не было. Просто там, в том возвышенном стиле, они были неуместны. Поэтому тут надо понимать, что в разных территориях, в разное время разные уровни языка проявляются. То есть, ведейский язык это один ареал, а санскрит это другой ареал, это разные географические места, это разные временные пласты. То есть, мы, в частности, с точки зрения науки, рассматриваем санскрит с диахронической точки зрения. То есть, мы понимаем, что вот этот корень значит, выглядел так-то. И вот, например, значит, Вишва, первое имя Вишну в списке тысяч имен Вишну, значит, связано с русским словом весь как деревня. Вот. Как английское village. Вишин у нас же был такой стародавний бог. С богами у нас есть, как вы понимаете, желание притянуть кое-что, кое-чему, значит, поэтому опасная, опасная эта штука, я вам скажу. Ну, смотрите, но все равно я просто эту тему хорошо знаю. Я в свое время, я 17 лет занимался искусством и в 2008-2009 году я делал большую выставку в нашем мистецком арсенале, которое называлось коло-сварожие. То есть, это дохристианских верований, которые были вот на этой славянской территории. там не только Украина ограничила. И там было порядка 40 фигур таких огромных трехметровых. И я находил какие-то аналогии между там сварогом, например, индрой. Было бы странно, если бы вы их скорее не находили. Значит, у нас есть достаточно надежный источник, на который мы можем таким вопросом опереться. Это двухтомное издание «Мифы народов мира». И там вы найдете, что оказывается наши ученые не утаивают самскрыт с девами на горе, а они на самом деле еще до того, как лингвафрик начали зверствовать, они уже связывали все эти вещи между собой. Надо просто почитать, надо больше читать, не надо считать, что вот ученые такие олухи, что вот они не догадаются, а мы это знаем. Надо просто такое, что почитать перед тем, как делать такие утверждения. Вот даже по тем же снам на санскрите есть толкователь санскритских значит сновидений на русском языке. То есть просто надо знать о существовании некоторой литературы, не надо все время изобретать колесо. Вот это у нас увы очень распространено. То есть любительская лингвистика, когда мы утверждаем, что воробей это от бейвора. Ну воробей слово же оно очень созвучно бейвору, значит это так. Да. И нам на самом деле все равно как на самом деле, потому что нам важно в общем утвердиться в том ощущении, что мы очень много знаю. Действительно, это вот так вот слово, вот можно, на самом деле любое слово можно разложить и найти смысла очень много. Вот, значит, и в этом принципиальная разница традиционного, скажем так, автохтонного индийского подхода и стремления западно-юрбейских ученых. Приведу пример. Значит, для нас хорошо, если у слова гуру, гуру одно происхождение, и если мы сможем отмести все остальные, тот ученый, который это докажет, он, собственно, закроет этот вопрос. Вот, и у нас есть два трехтонных санскритско-немецких словаря Майрхофера, Кева и Эва, которые рассматривают происхождение санскритских слов. Вот, значит, и, ну вот, гуру, ну, допустим, тяжелый, да, но тяжелый это все одно из тридцати трех возможных значений с точки зрения индийского подхода. Поэтому, с точки зрения индийского А какие еще интересные? Какие еще? Ну, понятно, значит, ну, конечно, это будет и Вишну, и Шива, в зависимости от того, чей список имен. Если будет список имен Шивы, значит, гуру кто? Ну, то есть, зависит от контекста. Соответственно, тот, кто, значит, наставляет Дхарни, тот, кто высвобождает от Майи, то есть, иллюзии, значит, Брахман, дрона, любой из старшего поколения, то есть, гуру, он же связан с глагольным корнем, в общем, гур, а в Упанишадах, вот у нас есть такое вот прекрасное издание, опять же, в черной серии, вот Упанишады у нас недавно вышли, значит, в Упанишадах есть этимология гу-ру, и в частности в йоге Айнгара приводится эта Упанишадная этимология, значит, уничтожающая что он там, тьму, вот, то есть, это уже уровень таких вот как раз толкований, но не на уровне происхождения слов, там, этимологии, морфологии, на уровне, давайте-ка мы придумаем какую-нибудь красивую историю к этому слову, и в Индии это никого не смущает, то есть, в смысле, и это надо понимать, потому что когда люди, ну, то есть, в частности, даже в первом томе Махабхараты, переведенном на русском языке, значит, в Адипарви, в комментариях, в примечании в конце приводится, что асуры, якобы, это асуры, то есть, в смысле, те, кто против суров, да, когда на самом деле это всего лишь основа асу, асу, это живчики, это те, у кого просто в заднице мотор, и они пытались, как бы, вот этой силой своей жизненной, они пытались доказать, что, в общем, ума не надо, нужно, силой можно взять, то есть, понимаете, какая штука, есть разные уровни толкования, да, то есть, асура, такое толкование возможно, но не с точки зрения развития языка, то есть, если мы находимся в синхронном пласте, или в пан синхронном, как бы надвременном, тогда мы можем выстраивать и гу, ру, и, значит, асуры, а если мы знаем, как, если мы знаем больше одного языка, то есть, там, 10, 20, 30, 40 языков, то мы начинаем видеть некоторые другие связи, и они более невероятные, чем те, которые придумали, те, которые не подозревали существование других языков, то есть, язык более интересный, устроен более интересно, чем мы могли бы предположить, пытаясь воробья разбить на боевора. Вот, вы основали и поддерживаете, и руководите обществом ревнителей санскрита, от кого надо санскрит защищать, и кому надо защищать. Наверное, в первую очередь, от самих себя, потому что мы ленивы, мы ленивы, и у нас тысяча отговорок, почему, собственно, санскрит, мы прекрасно обходимся без санскрита, потому что, ну, в общем, ну, Прабхупада уже переводил, комментировал, зачем нам, он уже за нас все сделал, да, ну, где мы, где он, ну, в общем, зачем нам, нам-то зачем, так сказать, соль не попросишь передать на санскрите, так сказать, другой, другие функции. То есть, я столкнулся в свое время в Москве с тем, что невозможно приобрести литературу. То есть, я жил в доинтернетную эпоху, когда ценились еще книги. Значит, и тогда я понял, что люди не должны искать книги так, как ищу их я, то есть, в Москве, то я их мог найти, но это в Москве, но я же допускаю, что есть люди, которые интересуются санскритом замкадом, в частности, я вижу огромный интерес к санскриту в Киеве, просто огромный, он даже больше, чем в Санкт-Петербурге, а Санкт-Петербург, на секундочку, это как бы столица, значит, российского востоковедения. Так вот, в Киеве интерес к санскриту выше, чем в Санкт-Петербурге, как ни странно. Так вот, и вот с тех пор я издал 14 книг. Ого! Супер! И продолжаю упорствовать, в частности, я надеюсь, что совместным усилием мы сможем переиздать Романину, переиздать то, что уже было, и лет за 15-20 до перевести того, чего еще не было, вот, то есть, мне хочется верить, что мы просто ленивые, ленивые задницы, вот, и надо показать с разных сторон, что санскрит, на самом деле, он имеет разные применения, да, вот, значит, можно назвать это мертвым языком, мертвым языком. Ну, вот, когда Эрман писал в, значит, в словаре к словаре к пересказу Романину, у него была словарная статья санскрит, индийская, латынь, вот, значит, ну, на латыни, да, там, допустим, еще там 50 лет назад тоже могли защитить диссертацию, диссертацию на латыни в Европе, а, значит, в Индии до сих пор, если ты пишешь про санскрит, ты должен диссертацию защитить на санскрите. Круто. Вот, соответственно, это совершенно другой подход, да, то есть, использование языка пассивно и использование языка активно, это принципиально две разные вещи. И у нас, конечно, в частности, в России, переги в сторону пассивности, то есть, мы боимся произнести вслух что-то, мы все, как бы, прочесть-то готовы, а произнести боимся, потому что, а вдруг мы ошибемся где-то в ударении, и это приведет к совершенно противоположным результатам от тех, которые мы хотели. То есть, если мы вместо, значит, рамы на А долгую будем много раз повторять просто РАМ, не РАМА, А, РАМА, А краткое, то через 10 лет призывания, конечно, мы добьемся того, чего мы хотим, но когда дверь позвонит любовник, то мы, возможно, поймем, что мы потратили не на того РАМу силы, потому что РАМ это любовник, РАМА, А РАМА это другое, и поэтому санскрит, он помогает вообще понять, как вообще устроены языки, начинаешь понимать, как устроены русский язык, это не то, что ты санскритом начинаешь лучше понимать, а ты себя начинаешь понимать лучше, и вообще, что ты говоришь, и как ты говоришь, есть побочные, побочные эффекты, еще один побочный эффект, вот мне Екатерина, значит, которая уже четвертый год изучает уже по учебнику сейчас уже и Бюллера санскрита, она говорит, знаете, почему мой муж радуется тому, что я изучаю санскрит, я думаю, интересно, почему, ну ладно, значит, он говорит, с тех пор, как ты изучаешь санскрит, ты перестала мне проедать плеш, потому что тебе некогда, некогда просто, значит, капать мне на мозги, потому что весь интеллект, он собран, он востребован, и вообще некогда мешать людям вокруг жить своей жизнью, ты живешь, у тебя своя полноценная, богатая, богатая, надо взять на вооружение, у меня когда-то была художественная школа, и я когда видел, что у друзей проблема в семейных отношениях, я говорил, отправь мне из-за студии, вот, и они начинали рисовать, и говорит, раньше она бегала, пивила мне мозги, а сейчас только бегает, посмотри, какой цветочек я нарисовал, посмотри, ну вот студии, к сожалению, уже нету, ну надо открывать школу санскрита. Да, санскрит, конечно, испытывает некоторые возрождения, да, то есть возрождение интереса есть, но что странно, да, одновременно получается университеты пришли в упадок, то есть интерес пошел вверх, а университетское преподавание пошло вниз, то есть, ну в частности, например, в Киеве был в свое время издан самый известный учебник на русском языке, то есть учебник Клауэра, он был профессором в Киеве, вот, и, ну, теперь в Киеве найти учебник Клауэра сложно, потому что теперь мы книги не можем, русскоязычные, ведь обмениваться между Россией и Украиной, то есть, какими-то тайными путями мы должны возвращать киевского Клауэра в Киев, понимаете, как, в чем некоторые интересные переплетения истории, в общем, была длительная история, почти 150 лет в Одессе, в Киеве, в Тарту, в Санкт-Петербурге, в Москве, то есть, у нас большая, длительная история изучения санскрита, но в университетах санскрит, получается, почти растворился, то есть, ну, он остался, ну, там, 3-5 человек обучаются, из которых, из современных студентов никто в дальнейшем не продолжает преподавание санскрита, то есть, это держится вот на каком-то таком советском очень высоком, очень высоком уровне, то есть, я считаю, что советские уровни, в частности, востоковедение, это очень высокая планка, на Западе, в частности, в Америке, издание книг, серийных книг такого уровня не доходили, не доходили, поэтому, когда начинают вот все советское, нет, не надо, нам бы что-то бы удержать из этого и не скатиться бы окончательно. В качестве науки, да, я вот очень рад, что вы продолжаете эту серию, это же серия литературные памятники, да, зеленая? Литературные памятники, это как бы серия Российской Академии Наук, она, издается уже 70 лет, вот, я всего лишь хотел бы, чтобы в этой серии вышла Ромаина, у меня маленький интерес, в этой большой серии, у меня своя серия, она называется Библиотека санскритика, и вот, в частности, в этой серии, я основал маленькую подсерию, вот у нас вышла месяц тому назад, значит, книга, Белингва, то есть, одновременно, текст на санскрите и в русском переводе, то есть, я хочу, чтобы у нас теперь было, то есть, книг по санскриту, я издал достаточно много, теперь я хочу издавать книги, переведенные с санскрита, и, по возможности, с параллельным текстом. Знаете, я как практик, реально, я вот от себя подтвержу, насколько вот важно, чтобы были вот люди, которые вот, как бы эталоны понимания санскрита, вот даже изучая юрведу, там, задать вопрос, вот, что значит то или иное слово, та или иная рекомендация, то есть, которую можно по-разному совершенно трактовать. Ну, и так же, как практик в духовной традиции, я знаю, то, что вот, действительно, то, что вы говорили, там, рам и рама, а даже вот интонация, в каких-то словах, я знаю, то есть, ударение поставленное. Ударение, да, ударение. Ударение неправильно поставленное, но меняет полностью смысл. И вызвал демона вместо... Демона, вот, да. Я забыл этот пример, но вот, то есть, меняешь ударение и поменяешь совершенно... Улучшайно даже, не то, что там намеренно меняется. Который обращается. Понимаете, в частности, например, в книгах Фроули, переведенных на русский язык, были удалены все долготы. Вот в английском оригинале все было как положено, а вот, а в русском переводе, ну, как бы посчитали избыточными. Когда я написал издательство Сатва, к которому я хорошо отношусь, они говорят, ну, зачем? Ну, что поменяется, если мы... Я говорю, я просто исправлю вам. Разрешите. Мне просто жалко смотреть на вот, когда я вижу такие вещи, иногда просто хочется что-то поправить, потому что я понимаю, что Фроули, это достаточно распространенные и широко известные у нас все-таки в узких кругах, скажем так, автор. Давайте сделаем по-нормальному. То есть, получается, у нас нет этой культуры, то есть, мы теряем культуру издания книг, мы теряем культуру подготовки этих материалов, и поэтому я, конечно, за академический подход, потому что, ну, я не говорю, что им надо ограничиваться, но не имея этой твердой основы, слишком много притягивания за уши получается, слишком много выдавания желаемого за истинное. Конечно, конечно, я, как бы, подтверждал вот наш общий товарищ Андрей Юрьевич Головинов, вот чем он меня в свое время привлек, то, что вот он все это, все по писаниям, все исходя, то есть, вот без всякой самодеятельности и такой возбужденной фантазии, то есть, вот все вот надо... Да, но это, конечно, требует, это требует, но очень такого подхода, ну, как бы, очень ответственного подхода, то есть, когда, а есть, а где это сказано, да, то есть, ничего просто так, вот даже я что-то скажу, и он спросит, а где это сказано, то есть, ничего ты не можешь сказать просто так, потому что тебе захотелось, и это, конечно, дисциплинирует, это дисциплинирует, люди не привыкли так рассуждать, то есть, у них как, вот слышали, веды сказали, и все, Да, где-то сказали. А где? Где сказали, да. И все, и ты понимаешь, ну нет, ты не знаешь, где, и даже не знаешь толком кого переспросить, потому что это разные стандарты, да, то есть вот у нас есть стандарт перевода, например, Аштанга Храдая Самхиты, это высокий, высочайший стандарт. Есть перевод в роли, но тут не в авторе даже, а просто в том, какой подход мы выбираем для перевода. И, увы, переводчики, они должны быть энтузиастами, потому что это плохо оплачиваемая работа, и вистальщики плохо оплачиваемые, поэтому, если ты этим не говоришь, то ты, получается, выдаешь какой-то просредственный продукт, и, в общем, мы слишком долго ели посредственные продукты. Да, согласен. Ну, переведен на санскрит, чтобы утвердить авторитет, да, понимаете, санскрит – это все время вопрос авторитета, да, вот. Все хотят быть древними, и если они не древние, то надо связать себя с санскритом, тем самым удревнить, и тогда решается целый ворох проблем. Смотрите, вы когда изучали санскрит, у вас были какие-то инсайты, реализации вообще о каком-то необыкновенном происхождении и вообще о глубине? Нет, вот я когда изучал Аюрведу, у меня много такое посещало, у меня как бы вот эта матрица вся становилась на свои места, все эти пазлы, как устроен этот материальный мир. Были ли у вас какие-то прозрения при изучении санскрита? Значит, санскрит берется по-почасами, то есть первые 10 тысяч часов мы в счет не берем, первые 10 тысяч часов, то есть, понимаете, если есть усердие, то за санскрит можно браться, если терпения не хватает, лучше даже не начинать. То есть, я говорю так ученикам, можете не изучать санскрит, не изучайте, если можете не изучать, не изучайте, вы должны захотеть изучать санскрит, как вы хотите в туалет, и вы ведь не находите предлоги, почему я не попал в туалет, ну потому что было очень много уважительных причин, ведь нет, ведь находите дорожку, а значит и санскрит надо хотеть, а не просто побаловать. Ну, побаловаться можно месяц-два, но это же годы, годы изучения. И вот, в частности, вот есть такая у нас книга, называется «Сумадева», значит, она была переведена у нас в четырех томах, в четырех томах она была издана и толком никогда не переиздавалась, вот я покажу, это такая краткая махабхарата на русском языке. Вот, так вот, в этой «Сумадеве» была такая история, которую я как раз зачитаю о том, почему, в частности, следует изучать санскрит. Вот, значит, история о том, почему, значит, о том, как важно знать грамматику и сколько времени нужно, чтобы ей обучиться, вот эта история вот так и называется, да, то есть такое вкрапление. Вот, я зачитаю этот отрывок. Значит, «Наконец, одна из цариц, стан, который был похож на нежный цветок Шириша и отягушен полными грудями, утомилась от забав. Отбиваясь от брызгавшего на нее водой садаваханы, она сказала ему, оставь, не брызгай на меня водой». Услышав это, царь тотчас велел принести побольше сластей, зовущейся Модокапи. Засмеялась царица и попрекнула его, «Да что мне делать в воде с сластями? Ведь я тебе сказала, не брызгай водой, а ты и не понял, что здесь соединены два слова «ма» у Докаи. Как же ты, глупец, не знаешь этого правила?» Так говорила ему царица, знающая грамматику, и все вокруг смеялись над ним, и одолела царя великий стыд. Бросил он развлекаться и удалился обиженный и побледневший от досады в свой дворец. То есть, недостаточно быть царем. Надо еще грамотным быть. Но мог бы секир, если бы мусульманин был, мог бы секир башка сделать всем там, кто смеялся. Индийская культура, почему мы благодарны Индии? Индия не смогла внедрить то, что было ей доверено, но она до нас донесла это, она сохранила. И поэтому мы благодарны Индии за то, что она донесла до нас это. То есть, там нет вот этого сразу истребить. То есть, нету сразу в чем-то обвинить. Вот за это мы испытываем благодарность к Индии, современной. Так, и последний вопрос. Вообще, можно ли санскрит выучить самостоятельно по каким-то книжкам? И вообще, кто хочет начинать учить санскрит, вот с чего это начинать, правильно? Значит, можно, но я за всю свою непродолжительную жизнь встречал всего несколько человек, которые в этом преуспели. Но можно. Значит, начинают обычно с изучения письменности Деванагари. То есть, не потому, что это санскритский алфавит. У санскрита нету своего алфавита, нету своего письменности. Вот. Но на севере Индии последние 200 лет в моду вошел Деванагари. Поэтому, так как мы скорее тяготеем к северянам, чем к южанам, то мы изучаем, собственно, письменность, слоговую письменность Деванагари. И ее за полтора месяца вполне себе можно освоить. Ну, в частности, опираясь на учебник Веры Александровны Кочергиной. Вот. Собственно, и за год, за полтора, за два пройти вот этот самый учебник можно самостоятельно. Но, конечно, постоянно люди будут спотыкаться об какие-то термины, об какие-то филологические штучки. Ну, и, соответственно, придется расширять свой кругозор не только в плане санскрита, а языкознание в целом. Да. Вот, пожалуй. То есть, да, возможно. И у нас в Москве, у нас в Москве, обычно это начинается с учебника Веры Александровны. Если вы живете в Петербурге, там более суровые условия для жизни. Там начинают с руководства Бюллера. Ой, книги. В оригинале Бюллера Деванагри был задан тремя строчками. В смысле, весь Деванагри, вся письменность объяснялась в трех строчках. В русском переводе решили опустить как избыточные. И, соответственно, тут не поясняется, как устроено это письмо. Предполагается, что вы уже сами где-то его выучили. То есть, как бы, есть несколько, на самом деле, не так-то много есть именно таких книг, с которыми можно дома обучаться санскриту. Но как раз учебник Веры Александровны, пожалуй... Как правильно, как правильно, чтобы вы... Как правильно, в зависимости от того, вы мазохист или садист. Вот много от этого зависит. То есть, понимаете, если вы готовы плакать, то можно начать вот с Бюллера. Значит, если вы, значит, нежнее к себе относитесь тогда с учебника Веры Александровны. То есть, понимаете... А если нету никаких... А если нету никаких, то, пожалуй, чисто используя интернет, все-таки не получится изучить санскрит. То есть, посмотреть 10 роликов в Ютубе все-таки, пожалуй, будет недостаточно. И даже 100 роликов будет недостаточно. То есть, есть некоторая традиция, да? То есть, ну... Ну, как по аюрведе. Может, он должен быть учитель. Вы знаете, я аюрведу изучал, я читал, ничего не мог понять, пока... У нас же есть словари, да? В частности, двухтонный словарь по аюрведе. Но как понять именно здесь? Это та трава или другая? Это специальное желание отстранить людей, то есть, обезопасить, обезопасить аюрведу от дураков. Вот. И поэтому специально делается вот эта такая двухсмысленность в таких местах, которые критичны и которые важно понимать. И, соответственно, получается, да. То есть, санскрит он сам себя защитил от дураков. И, ну, собственно, ключ – это живой человек, да. Нет, но какие-то достаточно усердные люди смогут разобраться в правилах грамматики. Если Андрей Анатольевич Залезняк умудрялся за три занятия объяснить, значит, письменность, склонение и спряжение, то есть, сдать строй санскрита за три занятия, то, ну, усердный человек сможет повторить это, но на него на это уйдет несколько лет. Это два года – это просто первое знакомство санскрита. Первое знакомство. Да, то есть первые 15 лет трудно. Хорошо. Марцис Юрьевич, я вам очень признателен за такую беседу. Я для себя тоже очень много узнал про санскрит. Заинтригован еще больше к его изучению. Вопрос даже не в том, чтобы заниматься продолжительным изучением, но некоторое поверхностное знакомство кардинально меняет взгляд на некоторые вещи. Вот даже просто на какие-то базовые аюрведические термины. Да, там симптоматы. Там трава, симптоматы. Где же доши, когда ты понимаешь, что доша образована от глагольного корня душ, и думаешь, опаньки. И у тебя, вот как вы говорите про инсайты. Эти инсайты, они заслуживаются потом и кровью, и слезами, и слюнями. То есть, в смысле, это трудно. Это на пределе ваших человеческих возможностей, с которыми вы еще не знакомились. Вы живете как обезьянка. А тут от вас требует человека. И тут вы понимаете, а вы же еще не знаете, как это. И вот это постоянное напряжение с того момента, когда ты начинаешь участвовать в санскрите, вот это, конечно, бодрит. Замечательно. Ну, спасибо. Спасибо за такую познавательную беседу. У нас сегодня в гостях был санскритолог, издатель книг, преподаватель санскрита Марцис Юрьевич Гасунс. Спасибо. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»